Сегодня видео посвящено недвижимости, всегда оно вызывает очень большой резонанс у нас на канале, да и в принципе, да, очень много адептов, и я, наверное, еще с 14-го года говорил о том, что мне интересны объекты недвижимости, сколько после этого было брошено ко мне в мой адрес, и что, и где это все, да, все выросло, ребят, в любом случае прогнозы, которые мной устроились при нормальных условиях, скажем так, когда для меня ключевым при прогнозировании цен на недвижимость был баланс спроса и предложения, и речь шла о том, что доходы населения падают, а цены на недвижимость растут. И поэтому, получается, у нас возникает некий такой дисбаланс. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, связанную с тем, что у нас выросла процентная ставка ключевая, соответственно, это приводит к росту стоимости ипотеки, да, то есть ипотека начинает увеличиваться в цене. Частично затраты на выросшую ипотеку пытаются переложить на застройщиков, в этом случае идет конфликт между банкирами и застройщиками, потому что застройщики говорят, что мы не будем этого делать. Но то, о чем хотелось бы поговорить в сегодняшнем видео, это ситуация, связанная с тем, чтобы посмотреть, какие же последствия будут. То есть вы знаете, что я люблю говорить о последствиях первого, второго, третьего порядка. И если здесь мы уже понимаем, что последствиями льготной ипотеки низких процентных ставок по ипотеке стал рост цены на недвижимость, то когда у нас происходит разворот на 180 градусов, то есть центральный банк повышает процентную ставку, ставка по ипотеке растет, логично предположить, что это может привести к тому, что цены на недвижимость, как минимум на первичном рынке недвижимости, да, который более агрессивно отреагировал ростом, развернутся и пойдут в другую сторону. Я за то, что пусть будет более высокая ставка по ипотеке, но если у меня цена на недвижимость падает на 20-30%, нужно понимать, что размер ипотеки в этом случае, то есть количество денег, которые вы возьмете в долг, будет на 30% меньше, нежели чем вы возьмете по льготной ипотеке. Смотрите обязательно до конца, если вы рассматриваете для себя покупку недвижимости и выросшая ставка кредитования по ипотеке вас сейчас останавливает. У людей такое представление, что вот СТЦБ, да, ковыряет в носу, повышает или понижает процентную ставку. Процентную ставку центральный банк управляет денежно-кредитной политикой для того, чтобы управлять инфляцией. Инфляция это является ключевой таргет, на который смотрит центральный банк. То есть если у вас инфляция снижается из-за того, что снижается потребление, то центральный банк снизит процентную ставку. А на инфляцию влияют две составляющие. Валютный курс, сколько у тебя стоит импорт. И второе, что у тебя происходит с доходами населения, растут они или не растут. Соответственно, если доходы населения не растут, а по импорту достигается какой-то баланс, инфляция будет замедляться. Опять же, что происходит? Процентная ставка 16%, ставки по депозитам 15-16% на полгода-год. Люди просто перестают, они не говорят, зачем мне сейчас что-либо покупать, когда я размещу свой миллион рублей на банковском депозите под 15%, через год получу плюс 150 тысяч. Скорость обращения денег снижается, инфляция замедляется, соответственно, замедлившаяся инфляция. ЦБ тоже не дурак, потому что высокая процентная ставка бьет по реальной экономике, потому что стоимость денег становится дорогой. И поэтому ЦБ все равно снизит процентную ставку. Нужно быть на шаг впереди. То есть, если сейчас говорят, что не лезьте в недвижимость, давайте ждите, то, по крайней мере, сейчас я бы выбирал шорт-лист, я бы смотрел, какие объекты интересные, я бы напрямую встречался с людьми, вел переговоры, говорю, окей, я готов там покупать ипотеку, но я хочу дисконт там 15-20%. И даже если процентная ставка высокая, мы вот смотрели, соответственно, прогнозы по ставке ключевой, на конец года прогнозы по ключевой ставке 11-12%. Соответственно, еще через год ставка может упасть в район 8%. То же самое, ну, перекредитоваться, может, будет по ипотеке под 9%. Пусть даже если ипотека будет сейчас там 15-16%. Через год снизится, соответственно, ставка рефинансирования, снизится ставка по ипотеке в два раза. Просто возьмите сейчас, рассчитайте платеж по ипотеке, посмотрите при текущей ставке ипотеке там 12-15%, какова сумма процентов, которые вы выплачиваете. То есть, нужно понимать, что через полтора года можно будет рефинансировать этот кредит, и сумма процентов будет в два раза меньше, потому что ставка упадет. Опять же, сейчас проводили исследование, да, в Краснодарском крае для того, чтобы заработать, ну, с учетом средней заработной платы, которая есть в Краснодарском крае, сколько потребуется месяцев, чтобы купить один квадратный метр жилья. Этот показатель из этой цены в Сочи 7 месяцев. То есть, человек должен работать 7 месяцев, чтобы получать среднюю зарплату в регионе, чтобы купить один квадратный метр. То есть, чтобы купить 10 квадратных месяцев, он должен работать 70 месяцев, 6 лет. чтобы купить 20 квадратных метров нужно работать 12 лет вообще ничего не едя никуда не ездя москве показатель составляет 48 точные цифры не помню там зарплата 140 150 по моему и поэтому где-то в районе четырех с половиной пяти лет нужно работать для того чтобы заработать на один квадратный метр жилья мне тоже это непонятно я бы брал квартиру в ипотеку на условно я капиталист у меня есть деньги допустим не то что даже в ипотеку в принципе там купить квартиру соответственно есть альтернатива то есть вариант номер один это например и купить индекс да то есть индекс акций форвардный показатель цена прибыли 24 года по россии составляет 62 это значит что мои инвестиции при прочих равных условиях мои инвестиции в акции российских компаний окупается за 6 и 2 года таким образом можно посчитать рентабельность я могу 100 разделить на 62 это получается 16 процентов годовых это значит что все компании которые входят в индекс если всю чистую прибыль они направят на выплату дивидендов мне как акционерам то мои инвестиции окупятся за 6 и 2 года или рентабельность моих вложений составит 16.1 процент второй вариант купить недвижимость в недвижимости этот показатель называется не пи называется пи р то есть цена недвижимости делена на годовую ставку аренды этой недвижимости в москве этот показатель составляет где-то в районе 30 и выше за 30 лет мои инвестиции окупятся я точно также могу рассчитать рентабельность то разделить на 30 получается доходность 34 процента то есть у меня есть альтернатива соответственно в одном случае мне инвестиции окупятся за 64 года в другом случае мне инвестиции окупится за 30 лет и тогда возникает вопрос зачем не имея деньги вкладывать в недвижимость когда я могу вложить в альтернативные источники люди опять скажут вкладываемся в акции это все рискованно опять там куда-то в ерунду какую-то загоняют окей есть облигация десятилетняя облигация сейчас российские дают и доходность 12 процентов опять считаем окупаемость да мы 100 делим на 12 срок окупаемости 8 8 и 3 года то есть если я просто куплю облигацию федерального займа и буду реинвестировать там условно полученный купон не считая что там что-то будет происходить с доходностью облигации просто буду получать купоны да на вложенные деньги то в этом случае мои инвестиции окупятся за 8 лет и 3 месяца 4 инвестиции недвижимость у меня окупятся за 30 лет если я в московскую недвижимость в регионах этот показатель может быть чуть поменьше да там за 20 лет а купятся инвестиции и тогда у меня возникает вопрос а зачем мне вкладывать в недвижимость но опять же у людей основной аргумент что если будет высокая инфляция то недвижимость еще вырастет в цене ребят если будет еще высокая инфляция цена недвижимости рыночная зависит от спроса и предложения надо чтобы был спрос а у нас еще в следующие 5-10 лет грядет громадная демографическая яма что у нас пенсионеров будет много их каким-то образом надо кормить вопрос кто их будет кормить будет ли у нас только же подросших людей которым сейчас возрастом от 12 до 17 лет которые вот вырастут через пять лет им надо будет заводить семьи им нужно будет что-то покупать будут ли они вас покупать чтобы цена непосредственно выросла поэтому это все на уровне того что берем и просто считаем да то есть берем рентабельность 100 делим на размер рентабельности покупаем получаем срок окупаемости окупаемости от денежного потока не рассчитывая на рост цены рост цены может быть может не быть вот в этом суть итак друзья это то что мне хотелось сказать по поводу недвижимости каким образом это использовать я сам сейчас мониторю лично для себя в том числе увеличение доли недвижимости в портфеле не делал это прямо сейчас да то есть занимание эту выжидательную позицию но чтобы иметь более серьезное представление о том что происходит с рынком недвижимости с фондовым рынком с рынком облигаций что ведущие инвестиционные дома предлагают своим клиентам у нас проходила конференция и на этой конференции мы рассмотрели инвестиционные стратегии международных инвест домов и российских инвестиционных домов и выявили очень интересную закономерность особенно это касается американских инвестиционных домов fidelity jp morgan goldman sachs и там очень интересная картинка такая формируется что с одной стороны ты читаешь аналитику кэш это говно надо покупать облигации надо покупать недвижимость надо покупать акции большой семерки даты технологические компании которые тянут и они дальше будут тянуть фондовый рынок берите покупайте да там риски может быть и чрезмерно переоценены ничего плохого не будет то что лежит на поверхности и фактически выделяется до ставится акценты акценты ставится на то что нужно покупать вот это но каждый из этих инвестиционных домов все равно пишет определенный такой сценарий да что может быть все-таки стакляция может быть дефляция и в этом случае нужно поступить по-другому мы проанализировали это что делается почему делается это большое мероприятие продолжительностью 6 часов она не бесплатная но при этом она очень ценная по итогам которого вы можете получить наше видение что же происходит что имеет смысл лучше покупать что делать с недвижимостью мы даем раздаточные материалы это 10 акций которые по нашему мнению может являться одним из лучших инвестиций на 24 год в россии 15 облигаций включая замещающие облигации которые имеют смысл купить на российском рынке ценных бумаг и 10 компаний на международном рынке который имеет смысл приобрести если у вас есть международный брокерский счет на котором вы можете совершать свои операции ссылка на запись данного съезда конференции находится в описании данного видео проходите покупайте смотрите и формируйте свой собственный инвестиционный портфель сегодня мне на этом все на связи был максим петров пока пока и удачи